В эфире телеканал АСАХА24. Актуальное интервью. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. И гость в нашей студии, глава города Якутска Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Подводим итоги года. Год для столицы был знаковым. Отметили 385-летие города Якутска. Вы вновь были избраны главой города. И чего ждать столицы в ближайшие годы, в большей степени, наверное, народу, поскольку в своей предвыборной программе ваша программа так и называлась «Народная». Вы правильно сказали, что, конечно же, 2017 год был знаковый, год юбилейный. Вместе с тем мы уже планируем нашу деятельность на ближайшие пять лет. И она будет основываться как раз на той народной программе, которую мы вместе с тысячами горожан разработали во время выборной кампании. И ее реализация пойдет по пяти основным направлениям. Это направление «Комфортный город», которое будет посвящено улучшению качества жизни в нашем городе, вопросам энергосбережения, теплоизбережения, улучшению качества жизни в целом городе. Конечно же, будет проект, связанный с агропоясом, потому что развитие агропояса за предыдущие пять лет реально показало, что город Якутс сможет сельское хозяйство свое развивать и добиваться очень хороших результатов в импортозамещении, в обеспечении населения своей сельхозпродукцией и овощами, и мясом. Мы, конечно же, будем и дальше продвигать проекты, связанные с коммунальным хозяйством. И главным из этих проектов является проект «Город без пыли», который реально будет посвящен тому, чтобы в нашем городе стало чисто. Это не только уборка мусора, не только уборка пыли, это, конечно, огромное количество асфальтирования, озеленения, высадка деревьев, кустарников. Это все будет находиться внутри этого проекта. Важным проектом, я считаю, проекта «Волоките.нет», а это связано будет именно с улучшением муниципальных услуг, качества предоставления муниципальных услуг, повышению прозрачности, чистоте предоставления муниципальных услуг, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, по вопросам разрешительных процедур, по снижению административных барьеров. Мы будем и дальше выступать категорически против незаконного предпринимательства, но вместе с тем, я считаю, что те предприниматели, которые у нас работают законно, платят все налоги, работают чисто, как это сейчас выражается, они должны от нас получать полную поддержку. Их нельзя и никаким образом, каким-то образом административно ставить перед ними барьеры, те или иные, так перепутно ставить в их деятельности, мы будем категорически против этого. И, конечно же, наверное, самый главный вопрос, который у нас должен быть решен в следующие пятилетия, это вопрос школ, строительства новых школ. Я думаю, что это вопрос, который, конечно же, требует... Вот касаясь как раз-таки вопроса школ, на прошлой неделе общественная палата проводила круглый стол на тему того, что в перспективе, с учетом повышения рождаемости, которая была у нас в нулевые годы, будет проблема сложнее будет с местами в школах. Все-таки, каким вы видите решение этого вопроса? Вы знаете, я вот в своей выборной кампании, и вот сейчас, как раз, когда мы говорили о народной программе, я всегда говорю, что для города Якутска ближайшие пятилетия должны пройти под знаком увеличения количества мест в наших школах. Здесь ситуация, на самом деле, она близка, ну, я не скажу, что она катастрофическая, так, но она приближается к этой отметке, если мы не будем вместе с правительством предпринимать каких-то очень серьезных мер. Например, когда я был избран первый раз в 2012 году, в школах города Якутска училось 32 тысячи детей. Сейчас их уже почти 43. Это говорит о чем говорить. Каждый год в школу города Якутска идет на 2000 детей больше, чем в предыдущем году. И эта тенденция в ближайшие годы будет сохраняться. У нас очень высокая рождаемость в городе Якутске. Город Якутск – это город молодых людей. Средний возраст жителей города Якутска – это 30 лет. Соответственно, еще учитывая то, что сейчас и на уровне президента Российской Федерации приняты очень серьезные, важные решения, направленные на стимулирование рождаемости, на улучшение демографической ситуации в целом в стране, ожидать, что рождаемость в городе Якутске будет снижаться, это на самом деле нереально. Даже в этом году у нас рождаемость выше, чем в прошлом году. Хотя в целом по республике, в целом по стране она падает, но в городе Якутске в этом году уже родилось свыше 6 тысяч детей. И, конечно же, школы мы должны обязательно строить. Предыдущее, например, до 2012 года, если посмотреть десятилетие, у нас было построено 2 школы в городе Якутске всего лишь. За последние 5 лет, благодаря поддержке главы республики, мы смогли построить, купить 5 зданий для школ. Вроде бы большой прогресс, но этого не хватает. Мы должны сейчас уже выходить на уровень, когда каждый год в городе Якутске будет вводиться минимум по 3-4 школы. В год? В год. Иначе мы эту проблему не решим. Вот сейчас мы, благодаря поддержке депутатов в госсобрании, благодаря поддержке общероссийского народного фронта, мы, например, добились того, что в следующем году у нас из госбюджета будет профинансировано окончание стройки 35-й школы. Мы надеемся, что будут выделены средства, и об этом мы с правительством, в принципе, договорились на паритетных началах. И будут куплены дополнительные здания для 27-й школы, оно уже готово стоит, мы должны сейчас просто оплатить и ее получить. И для 5-й школы, которая тоже катастрофически переполнена. И в следующем году мы уже по линии государственного частного партнерства, сейчас ведем стройки, у нас появятся здания новые для 6-й школы, в автодрожном округе 25-й школы, появится здание АИК, это в 203-м микрорайоне. Это, конечно же, очень большой шаг в целом для города Якутска. То есть в 2018 году, вот тот план, который мы поставили по школам, мы, конечно, его выполним, может даже перевыполним. Но мы не должны останавливаться, мы должны идти вперед. И я буду просить главу республики, если мы видим, что ситуация с государственным бюджетом очень сложна, она не позволяет каким-то образом выделять достаточно средств, и, конечно, надо будет идти на продолжение проектов по государственному частному партнерству. Потому что других решений этой сложнейшей проблемы я сейчас не вижу. Не могу тогда не спросить, если мы говорим про повышение демографии, про миграционные потоки, ну и с садиками тогда, наверное, есть уже определенные... По садикам мы практически, можно сказать, что благодаря, опять же, решениям, принятым на уровне правительства Российской Федерации, на уровне нашей республики, мы проблему практически по большому счету решили. У нас нет уже той огромной очереди, которая была еще пять лет назад для детей от трех до семи лет. Вместе с тем мы уже ставим задачу, и я на прошлой неделе на эту тему и правительстве проводили совещание, по уже открытию ясельных групп с полутора лет. В принципе, город на это настроен, мы к этому готовы. У нас в следующем году, опять же, по линии государственного частного партнерства будут уже вводиться детские сады. Детские сады будут у нас вводиться не только в самом городе, но, например, и в Сырдахе. У нас появится детский сад Ивушка на месте старого деревянного здания. У нас появится детский сад в семнадцатом квартале по Пионерской, Малышок. Новое здание тоже замечательное будет построено. Будут построены детские сады в десяти-третьем микрорайоне. Там у нас их будет два, но один войдет в строй в восемнадцатом году, второй в девятнадцатом году. И вот как раз мы еще будем покупать здания на первых этажах, строящихся зданий. И у нас, я считаю, что как раз по детским садам, благодаря своевременным решениям, которые были приняты несколько лет назад, мы, в принципе, проблему контролируем и она решаем. – Александр Сергеевич, Вы объявили следующий 2018 год в Якутске годом новаторства. Что Вы подразумевали, когда принимали решение? Ну, новаторство, на самом деле, такое широкое понимание. Вы могли бы конкретизировать, чего ждем в 2018 году? – Когда я год объявлял новаторства на 2018 год, как раз я подразумевал его именно в широком смысле. Это не только новации, например, в каких-то технологиях. Это новации в самом широком смысле, которые способны выдвинуть передовые идеи, интересные новаторские идеи в любой сфере нашей деятельности, в том числе и в общественной жизни. И самое главное, я хочу, чтобы благодаря этому году на передний край у нас вышли как раз новые люди. Новые люди, которые нестандартно мыслят, которые могут решать те сложные вопросы, которые стоят перед обществом, как в вопросах, например, развития гражданского и демократического общества, так и, например, в вопросах развития тех же технологий в том же коммунальном хозяйстве. Поэтому я уверен, что у нас в городе Якутске очень много таких людей, умных, креативных, умеющих брать на себя ответственность, умеющих решать сложные вопросы и в бизнесе, и в государственном управлении, и в общественных организациях. И вот этих людей мы должны выдвигать, идеи этих людей должны быть услышаны и должны быть реализованы в нашем городе. Почему? Потому что, к сожалению, я очень часто слышу, что у нас мы должны сохранять стабильность. Мы должны сохранять стабильность, да, но в условиях кризиса попытки сохранить только стабильность, они приводят неизбежно, приводят к тому, что в дальнейшем идет очень сильный спад. Мы должны бежать вдвойне быстрее для того, чтобы поспевать за развитием в целом и мира, и нашей страны, особенности, учитывая наши условия, например, так, достаточно непростые условия, в которых мы живем. Вот 2018 год, я правильно понимаю, вы должны заложить некую такую основу, которая в дальнейшем будет работать в тех или иных направлениях по новаторству. Хорошо, 2017 год был годом добра. Какая платформа подготовлена в уходящем году? Вы знаете, когда я брал год добра, я, конечно же, базировался на уверенности в том, что жители города Якутска добрые люди. Вообще для нас, для северян, для якутян понятие добра, доброжелательности, оно у нас в крови. Почему? Потому что если у тебя отсутствует качество, то, конечно же, в наших суровых условиях и выжить, на самом деле, не так просто. И я так предполагал, но действительность превзошла все ожидания. Просто огромное количество различных инициатив. Мы посчитали, что в целом у нас число различных вот таких благотворительных акций в нашем городе за 2017 год выросло на 70% по сравнению с 2015-2016 годом. Это говорит о том, что на самом деле людям очень близко. И причем эти же акции не спускались сверху. Это не мере, я там писал, вот проведите такую акцию, проведите такую акцию. Это люди сами выражали заинтересованность в этих акциях, сами их готовили, сами проводили. И предприниматели, и различные учреждения, общественные организации. У нас только по то, что у нас вошло в реестр, у нас порядка 700 мероприятий по году добра прошло. Самых разных, которых приняло участие 125 тысяч. Люди готовы творить добро, и они творят это добро. Да, и дело властей не то, что там их сверху что-то подсказывает, а просто создать такую атмосферу, когда на самом деле люди, творящие добро, становятся известными, и это становится, знаете, в хорошем смысле. Хорошо, Асин Сергеевич, у нас буквально 30 секунд. Пожалуйста, Ваше пожелание жителям столицы. Дорогие жители города Якутска, гости столицы, всех поздравляю с наступающим 2018 годом. Пусть 2018 год принесет нам всем счастье, удачу, здоровье. Спасибо большое, Иван, с праздником. Спасибо.